Отделение хоккея, фигурного катания, шахмат, чирлидинга, вокала и многие другие. Эти направления объединил в себе Ледовый дворец спорта «Труд». Пять лет назад он распахнул свои двери для любителей здорового образа жизни. Итоги первой пятилетки подвели в праздничные обстановки с приглашением высоких гостей. В основу мероприятия легли воспоминания о том, как в Ненецком округе зарождался хоккей и какой тернистый путь пришлось пройти от уличных хоккейных коробок к современному спортивному комплексу. «Раздевались прямо, вот потные, раздевшись, раздевались на землю. Это еще в хоккейной форме было все самодельное». Именно так зарождался в Наринмаре хоккей. Лед в хоккейные коробки заливали с помощью пожарной техники и чистили своими руками. В любую непогоду брали в руки клюшку. Вспоминая далекие 70-е, Борис Бородкин, человек, который уже стал легендой в Ненецком округе, кажется, до сих пор не верит, что пять лет назад сбылась мечта. Мечта его и еще десятков мальчишек и девчонок. Лед, наверное, 30, как мы мечтали в этом ледовом дворце. Но много было, конечно, всяких неврядиц. Все было, и препятствия всякие были. Но мы старались так сделать. Строительство современного ледового дворца добивались не один десяток лет. В 2006-м дело сдвинулось с мертвой точки. Каждый лесозаводчанин знает, что немалую помощь и поддержку в этом оказал тогда еще депутат окружного собрания, ныне председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Пять лет, вроде бы небольшой возраст, но это период становления, становления вашей организации. И сегодня действительно вы прошли этот этап успешно. Сегодня ваше учреждение полноценно функционирует, выполняя все те задачи, которые у вас есть в уставе. И сформировал коллектив замечательный. И дети сюда с удовольствием приходят. Занимаются действительно с удовольствием. Фигурное катание, хоккей, танцы, теннис, шахматы и даже пение. Кристина Маркова вокалом в ледовом дворце занимается с первого дня его открытия. Мне очень нравится, очень рада, что появилось это замечательное место. Здесь работают очень отзывчивые, добрые люди, с которыми очень интересно на самом деле. И вот я в этом году заканчиваю школу и не хочу отсюда ходить, не хочу уезжать. Я думаю, это будет очень сложно и тяжело обращаться с таким местом, с людьми, со своим преподавателем. Кстати, преподаватели здесь работают целеустремленные и амбициозные. За пять лет из стен ледового выпущено немало спортсменов. Впрочем, останавливаться на достигнутом не собираются. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.